Вы свет мира Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Евангелие от Матфея 6963 год Глава первая Мертвая Парма Зеленое золото вагерьемы тускло отблескивало сквозь прорези в кожаном шатре, расшитом понизу багрово-красными ленточками. Шатер стоял на помосте, укрепленном на спинах двух оленей, что устало шагали за конем хантуя. Позади остался длинный путь от родного пилыма. Путь извилистый и непростой. Через многие хонты своей земли, через священное озеро Турват, на жертвенники Алпынга, по отрогам от Артена и на полдень по каменной ворге до самых босегал. Хаканы встречали караван, меняли быков, помогали тянуть лодки вверх по рекам, тащили через перевалы и прощались, отправляя вместе с хантуем по два-три воина от своих селений. К тому времени, как в Агерьёму довезли до Чусвы, у Асыки уже собрался сильный отряд в семь десятков манси. Оставив плоты у последнего повыла, перед устьем Туявита Сылвы, хантуй повел караван лесами, напрямик к мёртвой парме. Вековой ельник заслонил небо растопыренными космами, и только вдали, перед Пармой, вспыхивали слепящие пятна заката среди разошедшихся вершин. На тропе, заросшей орляком, загромождённой обомшелым валежником, было холодно и сумрачно. Сумрачно было и на душе у князя. Прежде чем везти сюда в Агерьёму, он объехал свои владения, и теперь с ним лучшие манси, сын Юшан и сыновья Хаканов, с ним Пурихумы, жертвы благословений Алпынга. Но нет в его отряде людей с северной югры, нету Ернов и Саранов, нету Нагаев, Башкортов, Казани, Сибиров, Печёры. Некогда их ждать. Омоль уже вбил свой кол. Древней тропой отсылыва на мёртвую парму давно, видно, никто не пользовался. Папоротник, буреломы, заплыли белой смолой вырезанные на еловых стволах сопры, затянула корой вбитый в деревья тамги, что указывает путь. Может, и лесные духи уже покинули парму? Шаман дремлет на спине оленя, держась за подпильные рога и покачивая шест, на котором тихо звякает бубенчик, отгоняющий духов в тайгу. Но вот конь под хантоем вздрогнул, мотнул головой и фыркнул. Зверь раньше человека учует куля, который почти невидимый, увяжется за путником, успокаивая, осыко ласково потрепал коня между ушами. Хороший конек не ата, олененок. Два года назад он спас князю жизнь, когда на переправе через вздувшуюся бурхой лу его сбило с ног. Шаман встрепенулся и затряс колокольчиком, качая рогами мохнатой шапки. Караван выходил к брошенному городищу. С болотистой опушки открывался вид на мертвую Парму. Огромная, похожая на медведя гора, заросла могучими деревьями. Но все они умерли. Стояли сухие, голые, без коры, без хвои, без листьев. От заката лес покойник пожелтел, как мамонтова кость. Брошенное городище темнело у подножия горы, одним краем затонув в болоте. Сквозь чахлое, кривое редколесье, князь разглядывал его, на ходу отмахиваясь от комаров еловой лапкой. Волы заросли дремучей, серой паутины малины, из которой торчали кривые зубцы чистокола. Постройки обрушились. Из сырых ям высовывались сгнившие, осклизлые бревна. Тонкие березки, словно птичья стая, разлетались по городищу. Заплесневев по шею, идолы-охранители косо чернели среди белых стволов. Бесты же ярко горели мухоморы, и пучки поганок дрожали на трухлявых пнях. Легкий озноб обметал виски князя, заставив вздрогнуть монеты на шапке. Дурное место. Так и чудится желтый немигающий взгляд куля откуда-нибудь из болота. Ночами Духам нравится приходить в покинутые людьми селения. Играть там в свою любимую игру. В людей. Они сидят в ямах, как в домах. Ходят в гости, роют землю, таскают бревна. Но потом забывают смысл игры. И дико скачут по обвалившимся чистоколам. Вылезают в окна, прыгают с крыши на крышу, висят гроздьями на ветвях и оголившихся стропилах. Князь сплюнул в сторону городища и положил ладонь на тамгу, нашитую на грудь кожаной рубахи. Караван неспеша двигался вдоль склона мертвой пармы. «Гляден», так называют ее русы, думал князь. Понизу гору охватывала ветхая изгородь, клонящаяся то наружу, то внутрь. Трава зелено-белесыми языками забиралась вверх, но чахла, сменялась прелой хвоей и мхом. Скелеты деревьев неподвижно топорщили изломанной ветви над этой странной, застрявшей на отмеле времени, горой. Обогнув плечо пармы, караван миновал ворота со столбами идолами, чьи остановившиеся глаза налились кровью камского заката. Невдалеке стрельнула искрой темная полоса речушки. Осыка, обогнув шамана, первым вывел няту к травянистому берегу. Правее, на песчаном обрывчике, стояли балбаны родов и совсем старые, побелевшие, треснувшие вдоль волокон, и новые, еще желтеющие, свежей древесиной, зверолицы, птицеголовые, рогатые, с человечьими личинами, глубоко врезанными в деревянную грудь. Войны каравана спешивались, заходили по коленам в воду, умывались, звеня уделами шумно пили кони и олени. Дождавшись, когда нята напьется, князь тронул его и тихо поехал вдоль берега вниз по течению. Проплыло по правую руку устью Юрчима из пригорка открылся весь шаманский город. Он стоял посреди широкой вырубки, ощетинившись чистоколами и шестами, и над ним, огненным крылом торрума, взметнулся закат. По утоптанной земле священной дороге Хантуй медленно приближался к высоким валам с гребнем тына, к строжевым вышкам на длинных и тонких ногах. По обе стороны дороги из кустов торчали черные головы истукав. Могучие перы-защитники выселись над стенами, свирепое ненавидище, впялившись в путников выжженными дырами глаз. За чистоколом виднелись острые углы односкатных пермятских керпу. Над ними густо и враскось взлетали ввысь шесты с колокольчиками, фигурками духов, пучками лент, лисьими и волчьими хвостами, тичьими колодинками. Навстречу хантую из раскрытых ворот с лаем покатилась орава разномастных косматых псов, запрыгавших вокруг няты. Сквозь собачий брех в городе слышалось отдаленное позвякивание молотков и шорох зернатерки. Князь остановил коня у моста, переброшенного через ров. Трещали кузнечики, орали вдалеке лягушки, отфыркивался нята. В проеме ворот появился человек. Он тоже остановился и молчал. Князь не произнес ни слова, разглядывая шамана и поджидая свой отряд. До темноты пришельцам нужно соблюдать молчание, чтобы духи, немые для обычных людей, могли хорошенько вызнать их. А ночью, когда для них наступит время говорить, дали ответ. Отряд постепенно собирался за спиной князя. Собаки метались под ногами лошадей и оленей, клацали зубами у самых ног всадников, но их никто не гнал, ни окриком, ни плетью, ни палкой. Асыка ждал, щурясь на закат и рассматривая город. Не таким уж и неприступным выглядел он вблизи. Волы начали оплывать, в щелях чистокола видны были подпорки, изнутри приставленные к бревнам. Давно нечищенный ров заполняла черная вода, затянутая ряской, над которой дрожали комары. Сторожевые вышки обветшали и рухнули бы под тяжестью двух-трех лучников, а лестницы, ведущие на боевые площадки, не досчитывались ступеней. Только черепа на кольях, олени, медвежьи, человечьи выглядели устрашающе. На страх и полагали шаманы, оберегая свой город. Но тот враг, который придет, не испугается ни черепов, ни идолов, ни богов. Он устрашится лишь того, что сейчас принес сюда в своей груди князь Асыка. Город шаманов умел многое. Он восходил к богам и не сходил к ящерам, изгонял демонов и призывал духов. Он знал, как направить умершего к полуночному морю и как вернуть его обратно. Он считал звезды, предугадывал будущее и помнил прошлое. Он умел лечить людей и добывать металл, сочинять песни и вырезать идолов. Он ссорил и мирил народы. Но шаманы не умели двух самых простых вещей в этой жизни кормить себя и бороться с судьбой. Он, князь Осыка, пришел сказать, что сделает это за них, если они поверят ему, поймут его и передадут его волю в Агерьеме. Последний воин нагнал поджидающий караван и князь движением колен направил няту по мосту. Человек в воротах отступил в сторону, пропуская князя и пошагал вслед за ним рядом с шатром Вагерьемы звоном бубенчика на шесте отгоняя тени зла от ее зеленого золота. Глава вторая Хумляльт Верховный шаман Пам проснулся словно от толчка. Значит, где-то на другом краю Вышкара, в это время проснулся князь Осыка. Тонкие нити уже связали Пама с Хаканом, хотя они еще и не видели друг друга. Пам тяжело поднялся на своем низком лежаке и прикрыл ладонями глаза, останавливая бешеное мельтешение миров, сквозь которые навстречу пробудившемуся разуму неслась издалека его душа. Опершись на посох, Пам встал, нашарил на столе бронзовую рукоятку огнива, высек искру на труд из бересты и, поддувая, запалил от него острый конец лучинки, пропитанной горючей смолой. «Пусть Хакан видит свет в моем окне и приходит сюда», подумал Пам, опуская лучинку в горшок на плоском блюде с залитым водой. Посохом открыв дверь, Пам вышел из своего керку во двор. Над землей, над вышкаром дико лучилась полночь. Луна висела над мертвой Пармой, превращая белый сухостой в колючие кристаллы хрусталя, которыми гора обросла, как изморозью. Где-то, в страшной дали, опустив голову, созвездие Сахатова пило чувственскую воду, а над камой распахала вечную тьму звездная ворга. Пам подошел к низкой ограде двора и остановился, подперев посохом грудь. Легкий камский ветер забросил на лицо длинные белые волосы шамана, оплел запястья прядями бороды. Вышкар спал. Только у ворот тлел костер караульных, да на кузнечном дворе в щелях домничной землянки то вспыхивал, то газ, багровый отцвет и вздыхали мехи. Войны Хакана тоже спали в отведенных им гостевых к керку. Дом, где поместили князя и троих княжат, находился рядом с загоном. Пам увидел, как задумчиво поправив полок на проеме входа, высокий человек направился к изгороди. «Не ата, не ата», шепотом позвал он. Разбуженные кони глухо переступали копытами. Между жердей высунулась голова няты, и асыка протянул коню на ладони угощения. Напрямик, сквозь лопухи и мерцающие во тьме заросли крапивы, мимо пустых домов и собачьих шалашей, князь зашагал на пригорок ко двору пама. Шаман в лунном свете молча разглядывал лицо Хакана, узкое, скуластое, как маска безжизненная, резко черченая линией сивых волос, надуго стянутых в две косы. «Входи», сказал пам остановившемуся у калитки князю. Пам знал, что про него говорят, будто он видит людей насквозь. Это было правдой. Пам видел души человека. Две, три, пять, у кого сколько есть. Душа ворон живет с предками, душа филин с духами, душа сокол с богами, душа лебедь там, выше богов, где движутся судьбы, а последняя душа, живущая с людьми, у всех разная, у кого утка, у кого воробей, у кого ястреб. В Хакане Осыке Пам не увидел ни одной души. Он был глух и целен, как камень. Хакан остановился на пороге и провел пальцем по фигурным пластинам замка на двери, а затем прищурившись, оглядел жилище Пама. Старый шаманский керку был сложен из огромных уже замшелых бревен с врезанными в них тамгами. Под самыми стропилами в узком волоковом окне синели звезды. Пам заменил догоравшую лучину в горшке. Огонек осветил кровлю из берестяных полос, на которой зашевелились причудливые косматые тени от пучков трав, висевших на стропилах. Стол был завален кусочками кожи, обрезками кости, черепками. Ночували, в котором догорали угли. Громоздился древний позеленевший котел с ощербатиной на краю и обломанным ухом. На деревянном гвозде висела траченная молью одежда шамана, расшитая амулетами и бахромой. У изголовья низкого лежака под шкурой, служившей покрывалом, желтел медвежий череп.